всем приветики пришла ко мне такая вот посылочка с алиэкспресса это мобиль обхон charges зарядная зарядная для мобильного телефона 236 доллара но я дал 464 потому что здесь как бы зарядный кабель и все было по 2 чем-то доллара не вместе 264 и кстати в какой-то момент даже подумал вдруг там нет здесь видно вам пупырка есть вон она я ну подумал что мало ли вдруг раз два тридцать шесть написано может быть что-то не положили но нет положили все несет он адаптер на нем такая пленочка вроде бы новенький без царапинок целенький выходит 5 вольт 2 ампера самое интересное если он будет работать лучше чем тот который от югрена за 5 долларов то это вообще будет жесть получается я зря переплатил югреном а скорее всего так и будет мне кажется то есть не стоит всяким югреном переплачивать мой провод два метра я уже взял такой чтоб уже хорошо можно было подальше от телефона находиться при зарядке потому цена такая тоже два с половиной доллара вот он два метра реально два метра по длине видно что два метра но дальше можно поставить попробовать как он работает в общем я подключил и слышно без без нагрузки она пищит это был левый микрофон сейчас попробую на правой не знаю слышно ли вам но ухом слышно оно без нагрузки пищит кстати у югрена тоже без нагрузки пищит а с нагрузкой у югрена не пищит то есть когда просто подключена в игре напиши то когда начинаешь что заряжаться то уже не пищит проверим через тестер 5 вольт выдает то есть заявлено есть но это без нагрузки а что будет если нагрузить так но у меня тут поблизости только фонарик есть хотя вот а лампочка горит значит пошла зарядка нужно еще по powerbank попробовать отключаем фонарик отключаем фонарик ой сразу яркое такое прям вал если бы светить сюда то неплохое бы такое дополнительное освещение было бы так ну и подключаем powerbank он оказывается разряженный я думал он он полностью заряжен а он наполовину уже разряжен ну 5 вольт выдает и 0,6 ампера ну и ток не проседает то есть 0,6 ампера уже вперед и ток при этом не сильно проседает по моему ток был 0,80 что что такое без нагрузки или 0,90 но я уже не помню но в целом не сильно проседает то есть вроде бы нормальный блок даже а по звуку ну все да не особо слышно чтобы он пищал или что то есть он пищит именно без нагрузки то есть когда нагрузки нету почему-то блок пищит а когда появляется нагрузка в виде тока то блок перестает пищать не знаю почему так но это так то есть в целом вроде бы нормальный блок блок питания и пока что он хоть ну да он чуть-чуть поработал но и нагреться не успел ну да он в принципе и не должен был но если бы он уже успел нагреться это реально странно было бы но пока что вроде нормально вот ну на вид вроде бы такой неплохой блок он и без царапины и выглядит реально как новенький все в нем хорошо вроде бы без нагрузки пищит но довольно таки тихо почти что не слышно с нагрузкой не пищит пока что поработал не грелся я еще пока паза была убирала все это он тоже заряжался вроде не особо нагрелся в целом вроде пока что впечатление от блока положительное главное чтоб он так и работал не грелся не пищал и не сломался в ближайшее время тогда будет круто и вот провод для зарядки он как бы подходит сильно больше ток он не может пропускать потому что ну я так думаю 2 ампера скорее всего он не пропустит через себя этот потому что блок выдает 2 ампера и в принципе и в принципе павербанк тоже мог бы принять 2 ампера но блок но видимо кабель не пропускает и скорее всего наверное этот кабель не будет передаваться через себя данные то есть через телефон через него подключить скорее всего он не увидит файл потому что скорее всего он только для зарядки но это уже надо проверять это я в принципе могу проверить потому что я честно телефон снимаю и не могу проверить а потом после съемки я могу в принципе проверить передается через днем файл или нет и написать об этом в описании к видео а вот кабель ну а его пропускоспособность мне кажется маленькая 0,6 ампера это наверно максимум потому что сюда может приходить больше к примеру вот если взять блок от Ugreen и оригинальный кабель от него то мне кажется сейчас будет 2 ампера туда идти хотя если так если подумать причем тут блок от Ugreen если у нас проблема в кабеле берем powerbank берем оригинальный провод от powerbank берем мультиметр ой не мультиметр а usb и usb тестер и подключаем подключаем к блоку питания который шел который мы сейчас купили вот этот вот подключаем его вставляем смотрим вот пожалуйста 2 ампера идет то есть дело в проводе через этот провод шло 0,6 ампера а через али потому что он длинный и пропускная способность у него маленькая 0,6 ампера всего лишь и для этого блока в принципе небольшая нагрузка потому что 0,6 ампера а он должен давать 2 ампера ну а сейчас взяли оригинальный провод от powerbank хотя там был выбор при покупке этого блока с каким проводом с маленьким с большим но пропускная способность провода не было написано просто длина а можно было и без провода здесь просто вот блок и если бы мы взяли просто блок и заряжали вот через оригинальный провод powerbank то это вот было бы 2 ампера вот пожалуйста этот блок реально выдает 2 ампера самое интересное что когда повышается ток падает напряжение а здесь напряжение вместо чтобы упасть на борт повысилось то есть было 2 ампера и 4 и 5 и 2 вольта а сейчас ампера упали и ток упал может быть все сгорел не рассчитан был а он пошевелил трохи и обратно и ток поднялся ну как-то она странно как-то странно реально работает может быть там какая-то защита стоит типа естественно на 0,6 ампера он может спокойно работать но вот когда 2 ампера он поработает поработает потом чтобы она не перегрелась она уходит защиту и падает до 0,6 ампера и ток падает но слышно писк падает и писк затихает реально вот вот она же свистит на 2 амперах она же свистит когда идут такие большие токи она уже свистеть начинает то есть слабоватый блок когда с него с него берешь его максимум он начинает свистеть и уходит видимо в какую-то защиту падает напряжение с 5 вольт до 4,8 и ток падает до 0,6 ампера потом немножко поработает остынет видимо и и снова возвращается к 5 вольтам и 2 ампера и так постоянно прыгает и уже чувствует чувствуется начинает нагревать пожалуйста опять вернулась к 2 ампера то есть видимо какая-то защита стоит 2 ампера поработает там что внутри нагреется и оно падает и ток и вольт и напряжение потом поработает остынет и возвращается обратно и так прыгает и греется он и пищит при таком напряжении короче слабоватый блок конечно если использовать его на максимуме то он будет постоянно так вот прыгать уходя в защиту и плюс пищать если использовать с кабелем который позволяет большой ток пропускать то у него видимо проблема возникает а если с оригинальным ну не с оригинальным а тот который в комплекте заказываешь который небольшой ток пропускает то в принципе проблем быть не должно я так думаю так что плохой все таки блок хорошо что проверил я так изначально подумал хороший блок может быть надо было такой купить нет все таки все таки не очень вот уже отсюда слышно пищит короче блок не очень но я не для себя покупал мне попросили попросили дешевый блок ну типа у нас мама у нас они стоят там долларов 10 а это получается за 464 типа подешевле захотели ну и вот я там нашел какой-то и вот он типа такой но только послушайте так неприятно пищит писк такой тоненький короче блок не очень если и заряжать им только через вот этот вот кабель который в комплекте идет чтобы чтобы не сгорела ничего потому что то что он постоянно так вот прыгает туда-сюда это конечно же не очень он и греться начинает отдает до этого не грелся даже ну как раз уходит защиту итог становится 06 а через этот провод который идет в комплекте выше 06 он не даст соответственно никакую защиту не пойдет соответственно и греться и греться он не будет то есть в принципе если с этим кабелем использовать который в комплекте идет и не то все нормально а если использовать кабелем который идет в комплекте с павербанком тоже для этого блока это тяжело будет так что принципе если пользоваться этим блоком с кабелем который идет вместе с ним то все нормально но заряжаться будет медленно если взять кабель который у которого большая пропускная способность заряжаться будет быстрее но и блоку будет напряжен будет и пищать и греться вот короче блок не очень вот такие дела но на этом все всем покидываю